Послание Отца Абсолюта 22 февраля 2024 года Рудимент человеческой психики Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим еще об одной особенности современного мира, которая больше относится к уходящей реальности. И речь пойдет о стремлении многих людей отстраниться от стремительно надвигающихся на них изменений, которые они воспринимают как опасность. По большому счету это страх перед будущим, который свойственен большинству жителей Земли. Чтобы чувствовать в себя безопасности, человеку нужны гарантии в виде постоянного жилья, надежной работы, финансовых накоплений, политической и социальной стабильности. Если же люди чувствуют, что такие гарантии уходят из их жизни, у них появляется внутреннее беспокойство, которое постепенно перерастает в постоянный стресс. Именно это происходит сейчас с большинством жителей Земли, поскольку многие из них чувствуют, что грядущие изменения лишают их привычного образа жизни, и главное, столь важных для них гарантий спокойствия и хотя бы относительного благополучия. И распространяется это ощущение на представителей обеих сложившихся на Земле реальностей, на тех, кто всеми силами цепляется за старый мир третьего измерения, и на тех, кто всей душой стремится вырваться из него. Почему это происходит? Прежде всего потому, что на протяжении тысячелетий страх являлся основополагающей энергией, отвечающей за выживание человека в трехмерном мире. Именно страх толкал людей на многие поступки, идущие вразрез с их истинными желаниями. Главными союзниками страха всегда являлись ум и эго человека, которые нашептывали ему свои советы и диктовали способы выживания в дуальном мире, те, которые отвечали установленным здесь стандартам и правилам. Так, ради обретения гарантии своего стабильного существования, большинство жителей Земли работает на нелюбимой, но надежной работе, обрастают массой ненужных амбещей, копят деньги в ожидании лучшего будущего, которое для многих так и не наступает, вместо того, чтобы тратить их, наслаждать жизнью здесь и сейчас. И теперь, когда людей усиленно пугают несуществующими угрозами в виде страшных эпидемий, изменения климата, экономической нестабильности, финансовых трудностей, военной агрессии, из их подсознания начинает вылезать липкий страх, лишающий их способности мыслить адекватно и буквально подминающий под себя голос их сердца и души. Особенно болезненно ощущают этот страх низковибрационные жители Земли, чье сознание полностью находится в плену трехмерного мира. Что же касается пробудившейся части человечества, то их тоже не миновала чаша сиян, поскольку мало кому удалось очистить свое подсознание от живущего там веками страха перед будущим и особенно страха за своих близких и детей. Поэтому лишь единицы, способные без оглядки на прошлое ринуться в новый мир, отказавшись от гарантии привычного им образа жизни и не думая о хлебе насущном. Во многом из-за этого рудимента человеческой психики так затянулся переход Земли в Пятое измерение, которым нет места страху, как самой низковибрационной энергии во Вселенной. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Сайт Возрождение. Продолжение следует. Продолжение следует...